Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меня ловили 6 месяцев У меня директор моей конторы держал на секрете И меня ловили на этом, чтобы меня поймать По первой ночи ко мне пришли капитан, майор с автоматом Сказали, перед подготовкой Нас собрали всех И повезли на автобусе В Любовском Ехали мы до Японо А потом остановились Я сказал ребятам Давайте наберем водки Иначе нам задница будет Нам сказали, что нас в Калининград едут Нет, я говорю Нас в Ченнобыль едут Музыка Музыка Волгоград Был на разминированиях Подорвались ребята у нас Четверо человек Которые должны были уйти на небе Им осталось всего 2-4 дня Они погибли После армии я пошел работать механизатором Я прошел школу профессионалов Мы просто строили причалы В Латвии Потом в Литве В России Музыка 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 Дружок пошел с собачкой А было когда-то мы с ним очень Ну сейчас еще остались хорошими друзьями Он делал самогонку Такую термоядерную И мы А у меня был на заводе внизу От кабины Погрузчика Типа сейфа У меня там водка и бутерброды были Он прибегал И все шофера прибегали ко мне Я как на погрузчике работал на заводе На большом погрузчике Они прибегали ко мне с утра И похмелялись И закушывали бутерброды Я специально готовил для них И все довольны были И это Каждый день Утром все Даже главный механик В Чернобыль я попал в Светтуи С Латвии Было тяжело Потому что Слишком строго Относились К нашим ребятам Которые экскаваточки Багазилисты Шофера Относились очень строго Полковник сидит И говорит Так С троевой С песнями А я только с предпогатухи Я говорю Товарищ полковник Можно задать вопрос? Он говорит Ну задавай сынок Я говорю Мы что сюда приехали служить Или в ликвидации Чернобыльской станции работать? Он говорит Сынок Я встану сейчас Тебя выведу К стенке И ёбну ты И мне никто ни слова сказать Ты знаешь что тут военное положение? Мы как будто рабы там Нас загнали в этот Чернобыль Который вообще Мы отношения не имели Нас загнали И держали там нас Очень долго и сильно И мы от этого не могли избавиться Лично я не избавился от этого 44 человека Один билет Пригнали Пацанов Надеб В станциях Я генералу говорю Генерал полковник Говорил Вы что делаете? Ребятам домой надо Вы же угробите их И всё 44 человека Хуй Чернобыль там одни Сплошные страхи Я работал на реакторе И мне очень тяжело было Очень трудно было Я получил большую радиоактивность У меня дозиметр в кармане Ну свинцовая одежда была У меня дозиметр был в кармане Я приезжаю В 8 часов Мы работали на станции Я приезжаю В японскую аппаратуру Ставлю дозиметр Показываю Два Два Сорок Два Рентгена Два Шестьдесят Рентгена Я получаю Дозу А он пишет В журнале 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 миллирентген Миллирентген У нас 24 24 в карьере А он пишет Ну я говорю Что ты сукинь сын делешь Я говорю Я два рентгена получил Я чудом сохранился, что я попал в Бригу в институт. И меня там еврей-врач лечил. Я тут единственное сказал, оставьте, режьте все, порезайте все, только оставьте, самое главное, мою машину, а не оставьте шутник. А я говорю, дожить-то хочется. Самая любимая женщина у меня была, она сидела на заводе, ну, как, на проходной, блядь, как я ее трех раз, вдоль и поперек, когда пойдет Борис подмойтся, все. Ой, блядь, ну, женщина была сладость. Я ночью уходил, утром рано приходил домой, и все это, блядь, ну, она такая была. Блядь, уехала в Россию, умерла. Короче, у нас латыш, Янка, ездил на скорой помощи. Нам давали, чиновникам, командировочные, нам деньги девать некуда было. Он едет, а через, скажем, 50 метров патрули стоят с автоматами. Скорую помощь никогда не останавливает. А он возил, мы ему давали деньги, и он нам привозил водку. И ты представляешь, что интересно, что напьемся гусми, напивались гусми все, но утром вставали, как огурчики, как будто ничего и не было. Просто похмел, ничего нету. Вот ужирались от досмехи, а по две-три бутылки выпивали водки. А утром вставали, как огурчики, и я опять на работу в Чернобыль. У нас был литовец, очень хороший мужик. И он лежал в постели, а у него четверо детей. Жена умерла. Ему пришла телеграмма, что жена умерла, осталось четверо детей. А мы пришли его поднимать, а он лежит мертвый. У него остановились почки. Нас было 120 человек. От этих человек осталось только 46 человек. Остальные все ушли. Когда я вам в могилю уже езжать буду, и все равно я снять. Кристалл это вот эта система держит. Короче, так. Один казак нам давали бутылку спирта на двоих. Делили пополам бутылку на двоих. На было езжу 6 капель спирта. И целый день ты должен по 2 глотка отпить, чтобы у тебя радиоактивность не принимала в организм. А он не понял, он взял целый флакон, влупил в эту полбутылку спирта. И пришел весь фиолетовый. Я отжал на тело, и он говорит, что такое? А он еще, что такое со мной, что такое со мной? Я говорю, да ты, блядь, радуйся, что у тебя сердце выдержало. По-моему, у меня тело не существует. Хожу я вообще-то, включаю здесь аппаратуру у себя в квартире. У меня даже приемник трещит, телевизор трещит, потому что у меня много облучения. Все передние зубы, да, сколько мог, вырвал специальными спускаупцами. Деколон за ним продиценсировал. А потом шел в ванну и выдергал с корнями прямо. Пошел зубной наде. Она говорит, открой. Я открой. Она говорит, а где зубы? Я говорю, все на швапке. Она говорит, а это что такое? Чуть вон, может, не упало. Говорит, я могу только один зуб вырвать. Я говорю, люби всех. Она говорит, ты же не выдержишь, я не имею права. Я говорю, люби, сказал. И она вырвала и смотрит на меня. Говорит, ее затрясло, пот пошел. Она как-то выдержала, я говорю, мол, все. И она дала мне спирт. Я пополоскал, выпрыгнул в эту тарелку специальную зубов. А еще потом налила 150 спит, и я выпил и пошел. Вот так я ей зубы осталил. Это все дал в Чернобыль мне. Я знаю, что в Чернобыле до сих пор существует радиоактивность, в которой мы скафандр закрывали 9 тоннами, свинцовыми плитами, которые массой, а потом и тоннами песка. И все это закрывали, и все равно это бесполезно. Кто этому не верит, пусть поверят. Потому что это очень страшная сила. Были у нас две подруги там, в кафейнице работали. Одной было 25, другой 30 лет. Одна продавалась партизанам. Нас называли в Чернобыле партизанами. Ну и у меня Толик, друг, на КАМАЗе работал, на самом асфале, я ему еще помогал пузово делать. Он говорит, поехали более. Я говорю, нет, я мусор не собираю. И, короче, он съезжал, приезжает, говорит, дурек мне. Потом, когда я после Чернобыля пришел, и когда я попал в санаторий, я увидел страшный ужас. Я говорю, а что эти бабули делают? Это ж чернобыльские. Я говорю, как? Они с кафейницей. Я говорю, да вы что, ребята? Я увидел и ахнул. Потому что это был тихий ужас. Это две глубокие старухи шли. Лысые, без зубов, с палочками. А я с Чернобыля приехал, голодный, как собака. А у меня жена немка была, выбака, мэрия. Я приехал и ее, короче, взял на себя. Ну, помылся, побрился, все, раствовал, бутылочку взял. А я чем-то пошел в постель, сбил ее, с голодухи-то. Ты бейся-то, бабы не бей. Как трахнул, утром стоила, она глаза открытые движет. Бросил кусок живого тела. Руку поднимала, у меня падает, глаза же потолок в мой-то все. Я в больницу, скорую вызвал. Скорая приехала. Там ходил в больницу, каждый день спрашивает, в чем дело, в чем дело. Не знаем. Они сейчас бегают там, все врачи, влепые, не могут понять. Говорит, да что такое вообще? Не можем сообразить, у нее все нормально с телом, а не включается почему-то, мозги не включаются. А я возьми, скажу, я говорю, так я только с Чернобыль приезжал. Мрач говорит, да ёб твою, прямо на меня, ёб твою мать, а что ты сразу не сказал? Мы же, говорит, не знаем, что с ней. Ты, говорит, я такую дозу дал, что она, блядь, вырубила сразу. А потом она через три месяца встает с этой постели, в больницу, и говорит, а что со мной было? Она даже не помнит, что с ней было. И вот говорят, ой, Чернобыль это херня, да это не херня, это большая, очень большая, большая, сказать честно, это очень жестокая система. Делимитрис ходил по карьеру, говорит, проверьте его, он с Чернобыля. Тут 9 метров до меня не дошел, у него зашкаливал этот датчик. Он говорит, я не понял, кто тут? Они говорят, а вот, бульдозерист, говорит, вот, они, он говорит, ни хуя себе, говорит, ты, блядь, свезь себя, хуя. Превышение порога дозы. У меня, у меня, скажу, я получаю 4 тысячи евро, как инвалид. А такие у меня есть провода, которые я мед делаю, разрабатываю их ножом, делаю, мед, алюминий, железо, гвозди собираю, все сдаю, отдаю детям, себе ничего не оставляю. Вот такой мой труд уходит. Вообще-то, сказать 30 лет прожить в Эстонии, я считаю всегда своим. Чужой среди своих. В общем, я между небом и землей, так же, как и жена, так и я. У нас сырые паспорта, и мы ничего не можем сделать с этими паспортами. Мы как будто заброшенные люди. 5 лет я ездил за таким паспортом иностранца, чтобы получить вот этот вид на жительство и вид в Эстонии вид на жительство и на иностранца. Мне пришлось каждый месяц ездить, вышли, каждый месяц отмечаться, что я живу в Эстонии, чтобы меня прописали и вернули мне все, все, мое достоинство, короче, и я 5 лет это терпел. Это, представляете, какую-то силу и мужество она имеет. Как мы существуем здесь, в Эстонии, как люди, жители, мы не имеем права голосовать, мы не имеем права вообще ничего не делать. Мы никто. Какой-то беспредел, сказать честно. я как ликвидатор станции и такая система идет, что я не понимаю, почему нельзя сделать так, чтобы всем было хорошо. За что? Мы вам жизнь дали. Мы жизнь дали вам. Мы реакторы остановили. Жизнь дали. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok